Здравствуйте, Национальный демократический полюс. Скажите пару слов по поводу переговоров с полицией. Вы хотели пройти шествие в посольство, но вам запретили это сделать. Чем аргументировали? Полиция аргументировала это сменной оперативной обстановке в данный момент, что они не могут обеспечить нашу безопасность. В связи с этим они выдают нам устные предписания. Это я сейчас формулирую максимально формально. На самом деле нам просто сказали, что вы не можете пройти, можете оставаться здесь. После чего, буквально, в устном виде, при этом я попросил, если вы хотите дать нам предписание в устном виде, так могу я вас заснять. Потому что я бы хотел в дальнейшем это предписание оспорить в соответствующем порядке. К сожалению, данное согласие мне майор не предоставило. А почему полиция взяла митингующих в кольцо? Первоначально такое ощущение, что они хотели нас разогнать. Но в итоге мы договорились, что мы остаемся здесь. Хотели запугать вас? Возможно. Что мы проводим митинг, согласованный митинг до 8 часов вечера, потому что он был изначально согласован как митинг по времени с 18.00 до 20.00. После чего мы выведем все свое собственное время, которое у нас было, и прекратим непосредственно мероприятие. Как бы вы охарактеризовали действия полиции? Почему они именно так настроены против этого мероприятия? Я не знаю, почему в данный момент конкретно полиция настроена настолько негативно против нас. Хотя чести ради хотел бы сказать... В тюрьму Навального! Чести ради хочу сказать, что определенных провокаторов со стороны противодействующих сил также забирали. Поэтому здесь я могу... Они давали им свободу, они еще долгое время здесь разговаривали, провоцировали. Это верно, это верно. Если в отношении непосредственно митингующих любое маломальское, недопустимое выражение, которое нарисовано на плакате, включая свободу полиции заключенным, воспринималось как основание для задержания, то в отношении провокаторов люди называли нас предателями, капает люди, один человек называл нас предателями, потом всячески обзывал, и полиция долгое время его не трогала, до того момента, пока он не взял практически рупор и не попытался привлечь к нам чуть ближе, тогда его задержали. А планируете ли в дальнейшем вы проводить подобного рода мероприятия? Да, разумеется, планируем проводить такого рода мероприятия до момента прекращения боевых действий на территории Украины. Путин должен понести наказание за то, что творится в Украине? Путин должен понести наказание не только за то, что происходит в Украине, но и то, что происходит в России. И более того, то, что... Может, на всем постсоветском пространстве, в том числе и в Армении? Я бы сказал, и в Армении в том числе. И в Армении в том числе. Здесь и полиция как раз вам как демонстрация, доказательство всего этого. Да, я хотел бы обратить внимание на то, что было здесь замечено мной, и что отсутствует в Путинской России сейчас. Вопрос Арцаха в российских СМИ государственных вообще не поднимается. Не поднимается вопрос... Ну почему, допустим, когда недавно была сбита, то есть протаранена машина жителя Арцаха, российские СМИ, в том числе РИА Новости, сказали, что это житель Арцаха въехал в машину российских миротворцев? Либо таким образом, либо преподносится, как Азербайджан восстанавливает собственную территориальную целостность, игнорируя факт того, насколько священна земля, которая находится в Арцахе для армян. Согласны ли вы то, что Россия в текущем моменте, ну в целом по факту заняла позицию Азербайджана? Да, да, я более того хочу обратить внимание на то, что в данном случае Владимир Путин, возможно, использует позицию, связанную с Арцахом, и фактическую поддержку Азербайджана в связи с тем, чтобы Азербайджан занял более лояльную позицию в отношении ОПЕК. В Армении постепенно среди населения формируется такое мнение, что Владимир Путин продал Армению и Арцах с потрохами для того, чтобы получить коридор через Сюник, Зангизур для обхода западных санкций. Есть ли такое мнение среди россиян, которые живут сейчас в Армении из-за ситуации в Украине? Я больше скажу, сейчас люди из России, которые приехали в Армению, они обнаружили, что та мерзкая политика Путина, которая игнорирует требования населения, она распространилась фактически и на Армению. Армения сейчас используется Путином для торга с Азербайджаном. И это главная проблема, потому что Армения могла совершенно спокойно стать великим государством, которое совершенно спокойно может защищать свою территориальную целостность. Если, например, Армении было дано огромное количество российского вооружения, не российские миротворцы, которые оккупировали Армению и сдают сейчас территорию Арцаха, а российское вооружение. И Армения, как независимое государство, защищала бы собственную территориальную целостность. Есть ли понимание, помимо вас, еще среди других россиян, то, что российские миротворцы, так называемые, по факту являются оккупантами в Арцахе? Конечно, на территории Российской Федерации вообще вопрос Арцаха государственных СМИ не поднимается или поднимается в ключе совершенно очевидным. Например, когда была война, у вас война с Азербайджаном, ни в одном из государственных СМИ вы не найдете информацию о том, что агрессором является Азербайджан. Ровно так же, как агрессором сейчас является путинская Россия в отношении Украины, так же агрессия Азербайджана в отношении Арцаха. Нигде, никогда. И поэтому общее мнение россиян об Арцахе, оно фактически характеризуется полной неосведомленностью о наличии такой серьезной проблемы для армянского народа. То есть, по факту, мы и наблюдаем солидарность агрессоров в данном вопросе? Да, абсолютно верно. Все полная солидарность агрессоров. Я уверен в том, что Путин абсолютно понимает Алиева как диктатор диктатора.